Со всех сторон все собаки медийного пространства набросились на школьника из Нового Уренгоя за то, что он на выступлении перед Бундестагом вдруг решился говорить о личном. Он не стал высокопарно рассказывать о подвиге своего прадедушки, а решил заговорить о солдатах русских и немецких как о простых людях и о войне как о трагедии простых людей. Как правильно написал один человек, вдруг русские решили посмотреть глазами инвалида, искалеченного войной, человека без ног, снизу вверх, а не как привыкли с высоты птичьего полета. Вот поэтому его и долбают. Мне понравилась небольшая статья Марка Солунина, автора многих книг о Великой Отечественной войне, автора правдивых книг о войне. Вот что он написал. Оставьте пацана в покое. С волками жить, поволчьи выть. С тупыми и злобными патриотами совка надо говорить на простом, доступном языке. Ребята, вы приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание фактов и выводов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, так? Вы сами этот закон придумали, не я. Так вот, приговором Нюрнбергского трибунала установлено, что служба в вермахте в любом чине от рядового до генерала не является преступлением. Соответственно, солдат вермахта, погибший в русском плену, не преступник. Точка. Не нравится? Меняйте свой закон. А этого пацана оставьте в покое. Это для тупых. Для тех, кто поострее, напоминаю, что лагерь военнопленных – это не место отбывания наказания преступников. Впрочем, даже и в этом нехорошем месте преступник должен отбывать наказание, назначенное ему судом, а не произволом пьяного садиста-надзирателя. Лагерь военнопленных – это место временной принудительной изоляции. Чтобы вражеский солдат не убежал к своим, не взял в руки оружие и не начал снова убивать солдат противника. Вот и все. Военного пленного нельзя мучить и убивать. Пленного надо кормить и лечить с помощью, если потребуется, Международного Красного Креста. И самое главное – в обмен на аналогичную кормежку и лишение наших пленных. После окончания войны пленного надо вернуть домой. Так делается во всем мире. Из этого простого перечня, в частности, следует, что даже сам факт насильственного удержания в советских лагерях, не говоря уже про расстрел Катыния и в городе Медном, то есть польских военнопленных, есть беззаконие и произвол. До юра никакой войны между СССР и Польшей в 1939 году не было вовсе де-факто. Вооруженный конфликт был, но он продолжался две недели и в начале октября 1939 года закончился. Какие такие польские военнопленные могли быть на территории СССР в июне 1941 года? Интересно. Вернемся, однако, к немцам. В советском плену погибло 450 тысяч немецких военнопленных. Это произвол. Каждый четвертый, и это официально признанные, очень тихо признанные в примечаниях мелким шрифтом на последней странице, изданных штучным тиражом монографий советской стороной цифры. Германские историки называют вторую, большую цифру. Разница главным образом складывается из судеб тех пленных, которых до стационарного лагеря с налаженным учетом контингента не довели, и те, кто выжил, годами удерживались в лагерях после окончания войны. Некоторым особо и персонально заметным шили уголовную статью за удивительные преступления. Типичный хрестоматийный пример. Эрик Хартман – самый результативный летчик-истребитель Люфтваффе. Отпускать его живым домой не хотели, поэтому судили за то, что летом 1941 года он якобы с бреющего полета расстреливал толпы безоружных беженцев. Ужасное злодеяние. Правда, из документов следовало, что на Восточный фронт Хартман прибыл только в 1943 году, и это была правда. Трибунал, тем не менее, не растерялся и выписал Хартману десяточку за преднамеренную порчу государственного имущества, имеется в виду самолетов, которых он в огромном количестве покрошил. Да, с этим не поспоришь. Десятки сбитых самолетов. Освободили его уже после смерти Сталина. По какому такому закону – непонятно. Про гибель сотен тысяч немецких военнопленных в советском плену хотя бы иногда кое-где вспоминают. Про сотни тысяч гражданских лиц, в том числе женщин, которых после окончания войны и «освобождение» в кавычках Восточной Германии, пригнали на принудительные работы в Советский Союз, где, опять же, по самым минимальным оценкам, погиб каждый третий. Не говорят вообще ничего. И правильно делают, что молчат. Угон гражданского населения на рабство – это в чистом виде статья обвинения Нюрнбергского трибунала. И не надо про то, что сами, дескать, разрушили, сами пусть и отстраивают. Немецкие женщины, которые в летних платьицах отвозились в Норильск, ничего там не построили. Их и закапывать в мерзлом грунте пришлось русским мужикам. У себя дома, на немецком заводе, с немецкими порядками, эти бы женщины отработали репарации в пользу СССР с несравненно лучшим результатом. Но Сталину был нужен другой результат. Ни материальный, ни хлебом единым был сыт недоучившийся семинарист. Что нужно теперь его политическим наследникам? Да ничего не нужно. Просто иррациональная злоба ко всему живому из ушей лезет. Оставьте пацана в покое. Марк Солонин Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Это меня очень заинтересовало, так как я с детства увлекаюсь историей и культурой и своей страны, и Германии. Я сразу начал искать соответствующую информацию. Сначала посетил городской архив и библиотеку. Затем пытался найти истории немецких солдат в интернете и в других источниках. Однако позже, в сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. Он родился 17 января 1922 года под Зигмарингеном в многодетной семье. На фронт Георг ушел в чине Ефрейтера и сражался в качестве солдата ПВО в Сталинградской битве 1942-1943 годов. Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом Сталинградском котле. После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись домой. Георга среди них не было. Долгое время родные погибшего солдата считали его пропавшим без вести. И лишь в прошлом году семья Георга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена с 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных в Бикетовке. Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ лагеря. История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. Правда, воевал он недолго, так как был тяжело ранен. Отто фан Бисмарк сказал, Я искренне надеюсь, что на всей земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн. Спасибо за внимание. Продолжение следует...